всем большой привет начинаем новый влог эта неделя у меня очень насыщенная на ролике сейчас отчеты идут по ароматному project pen уходовому декоративному что-то уже сняла что-то впереди уход на месяц буду собирать поэтому у меня так на эти вот все одно достается другое убирается сейчас вы перед собой видите это я собираю декоративный project pen нашла я для него покажу новое хранение из-за этой круглой палетки мне некуда обычно его складывать потому что эту палетку я все то в ящик обратно то еще куда-то а теперь получается видите я декоративку всю собрала в одну кучу и мне так хранить стало более удобно вашего такого интересный органайзер а здесь пустые банки именно с проекта декоративки аня огромное тебе спасибо подписчица зрительница армия посоветовала мне так как вот я сейчас снимала уходовый project pen некоторые средства мне использовать лениво вот например пусть в уходовым project pen этого средства и нет но это жидкие патчи под глазки ленюсь я делать либо вот думаю давайте завтра потом завтра наступает снова завтра и в итоге хорошо за месяц пару раз а не посоветовала для таких как я лентяй завести график то есть график на месяц но вы знаете я вот думала что мне график я про него вспомню если это будет хорошо а потом когда написано конкретно чем надо пользоваться меня может это еще больше напрягать когда надо не хочу а надо конечно у меня сейчас и хочу не работает и надо не работает я решила просто сделать график сам месяц вот так и самой записывать что я делаю вот я сейчас написала да вот на практически до конца ноября до 28 но с 28 октября получается до 28 и сегодня вот четверг отметила что сегодня сделала от сендо красную антиоксидантную маску я хочу так вот записывать средства которые у меня не идут или плохо расходуются вот в этот график ну вот например даже вот эти патчи пусть они не в проекте но лениво пользоваться то же самое касается спреев для ног для лица когда я ими пользуюсь чтобы для себя прояснить ситуацию как часто как лениво и меня будет побуждать именно этот график если я буду видеть что на неделе ни разу чем-то не воспользовалась это означает что нужно исправляться но попробую я так если не получится то на декабрь уже себе строгий график попробую написать напишите получается ли у вас вот так вот жить по графику но интересно на самом деле бьюти график он стимулирует и заставляет делать то что может быть лениво вот как маленькие детки им же лень чистить зубки они не хотят увиливают но вы знаете что это надо и начинаете придумывать разные игры разные ситуации разыгрывать чтобы ребенок привыкал детский сад в общем да вообще вот эта тетрадь интересно тем что сюда я записываю опять же по совету девочек блогеров лена тоже такое ведет дневник что у меня появилась из декоративки в течение года вот например январь сюда ходит посылки мои покупки заказы на обзоры когда мне присылают что-то на обзор ну вот видите январь тут вот февраль давайте коробку беру с пустышками мешается вот видите март тоже март в апреле не так много май это тоже май вот в июне всего один раз рандеву приезжал назад на обзор в июле август сентябрь и вот октябрь видите как сейчас надо будет написать ноябрь и уже буду вписывать ноябрь и помимо вот того что я записываю у меня есть еще вот такая таблица где тоже все в кружочках вот видите что у меня появилась течение года зеленые кружочки это то что купила я сама но остальное то что мне приехала либо на обзор либо в подарок интересно я думаю что к декабрю можно снять даже вся декоративка которая у меня появилась за вот этот год с ароматами я сняла подобный ролик у меня ароматы не записываются у меня есть фото альбом на компьютере где я фотографировала ароматы поэтому не было несложно их собрать вместе и вам показать вот это я вам тоже показала и давайте сейчас выберем в уход у меня крем для рук заканчивается сейчас покажу осталось у меня всего где-то вот так в тубе это dolce milk манго и молоко и почему я показываю больше чем тут есть потому что он у меня вот в этой пандочки девочки это крем просто баттер видите это баттер это как масло чтоб его подцепить нужно его отсюда вот просто вот как баттер для тела достать такой классный крем для сухих рук это просто спасение вот просто восторг обожаю такие текстуры его вот можно им играться вот прям их гладить и при этом он когда впитывается нет такого вот чувства что у вас прямо вот жирные сильно руки восхитительный крем прямо пою и моды ну конечно на ноябрь мне этого количества вот то что осталось очень мало поэтому пошлите к ящику и чего-нибудь выберем интересненькое я его уже открыла у меня немножечко тут рассортировано например вот в этом контейнере хоть и красивые такие форматы но это прямо достаточно новенькие продукты которых сроки годности достаточно большие хорошие вот в этом тоже все свеженькая просто здесь красивые такие упаковочки оригинальные все либо мини-версии ну даже нет скорее все мини-версии от 50 наверное или 40 45 вот от 45 миллилитров на этот 50 не тоже 45 и ниже а вот в этом контейнере 75 миллилитров но тоже все свеженькая но есть вот этот дальний контейнер где крема у меня уже сроки которые надо бы быстрее использовать и вот я думаю чтобы взять знать я на что все смотрю вот на эту розу черная роза от джоанна прям покоя она мне не дает такая жиденькая достаточно смотрите текстура аромат не скажу что прямо розы но достаточно приятный скорее даже косметический аромат хоть и написано черный роз но я его уже открыла давайте возьму я его на баттертые вторую дозу крема зато сейчас будет как у младенца и наверное давайте вот этот возьму планета спа райское увлажнение я очень люблю крема когда миниатюрки мини версии они у меня конечно быстро заканчиваются но с другой стороны взять сразу штук пять на месяц они практически все уйдут и представляете как коллекция сразу уменьшится ну вот давайте этот возьмем и из горящих у меня остается так от арифлейм вижу три от арифлейм вот такой четвертый пятый молоко и мед такая пятерочка далее иван иван а вот еще один арифлейм и знахарь вот для ног у меня сейчас на харю закончился восхитительный крем мне он понравился хотя это очень бюджетная линейка они продавались вместе в одной коробочке fix price вот знак 2 крема и очень очень даже неплохие ну вот получается здесь 4 и 5 до этого показала у меня получается горящих осталось всего 9 ну как горящих они вот до 21 до 22 года поэтому я думаю мы скоро опять сюда заглянем и что нибудь еще возьмем но за зиму практически все вот эти уйдут и уже на весну пойдут у нас с вами новиночки ну был конечно и зимой сюда заглядывать я думаю миниатюрки все равно у меня будут проскакивать то уж миниатюрки здесь закончились а я их обожаю поэтому мини версии вот и всего то ничего даже пустое место вот это по маленький вот 60 грамм тоже можно сюда добавить остальные тоже здесь 75 один тут сестренки ушел тоже все пока все но мне кажется кремов стала гораздо меньше прямо на глазах убывают в общем мы с вами выбрали вот такие два и сейчас еще в один ящик заглянем мне нужно двухфаску найти так мы уже открыли с вами я сейчас скрип внизу видите дезодоранты новиночки мои красотульки смотрите какие так это пустая банка там спреи разные гели я их обычно не показываю потому что вот эти антисептики все дезинфицирующие без конца везде на каждом шагу это масло тут макадамии вот эта полочка здесь хранение для лица средств и вот протерто протерто лайки все мои лайки храню если это убрать там дальше бальзамы для губ туши и выше тоже видите контейнер с красивыми бальзам чиками так ладно эта сторона нас не интересует а вот с этой стороны мы попробуем с вами посмотреть что у меня там осталось новенькая мицеллярная вода так от кора лосьон для снятия макияжа с глаз вот это новиночка у меня вот она двухфаска за которой мы с вами полезли кислородное дыхание тут так плохо видно вот кто ж пишет на прозрачно вот так так вот это получается второе средство для снятия макияжа мицеллярная вода у меня пока не закончится моя в project пенни другую не возьму это тоник уже там наверно муж тоники уже остались неудобно вместе с вами конечно лазить это тоже витаминный тоник чего там еще осталось тоника его еще один тоника ты кто тоже тайник так и там вроде еще один наверное максимкин остался да это макс и тоник вот такое количество в основном тоники вот тоника один тоник 2 1 2 спиртовых и 2 вот этих тоников у меня много запас хороший мицеллярка 1 2 и вот всего-то для снятия макияжа от кора и двухфаску я беру двухфаску мицеллярки и стоят это пусть стоит ну и вот смотрите сколько тоников у 2 спиртовых и 4 без спирта все пока с этой частью мы тоже с вами закончили все выбрали сейчас на место все обратно уберу давайте вам похвастаюсь у нас мама она же максимкина бабушка по совместительству решила нас порадовать сделал нам вот такой интересный пирог он банановый мега вкусный это уже не первый раз она нам делает потому что у нее здорово получается очень вкусно вот эти вот банановые пироги поэтому будем сейчас пить чай и дегустировать очередной раз спасибо ей огромное мы будем сегодня наслаждаться сразу на три части я обычно дольки ведь макс решил так вот раз четвертовать смесь сразу я вот так кусочками все всем приятного аппетита кто сейчас вам сидит с вкусняшками смотрит ролик ну а нам реально приятного аппетита пирожкового вернулись мы с вами сюда вы знаете девчонки встал такая дилемма что первым выкладывать вроде бы с одной стороны мы собираем вместе с вами уход новенькая выход но с другой стороны кому-то будет неинтересно смотреть уход на месяц кому-то будет неинтересно уход на месяц вот что лучше выкладывать первое влог ну понятно я что-то придумаю и выложу в итоге но вот интересно что же лучше было бы выложить первым влог или уход на месяц вес наврала я полгода то что я скидывала я уже все вернула обратно печально так это мы с вами собрали в ванной я соберу сама и вокруг своего стола соберу сама давайте вам еще покажу project pen ароматный как у меня хранится хотя вы уже это и так знаете очень удобный вот этот органайзер я его оценила в полной мере уже собрала ароматы на следующий месяц на ноябрь что-то оставила с октября будет немножко по-другому ароматный ролик просто покажу что у меня здесь не буду я особо на метки внимания обращать а вот project pen ароматный вот он у меня весь сверху тоже сейчас вот так все соберу в контейнер и вот это правда не project pen это вот отсюда соберу сейчас все в контейнер и понесу тоже на кухню и вот по очереди буду все эти ролики выкладывать снимать выкладывать но предварительно мне приходится смотреть свои ролики предыдущие что я снимала что говорила о чем говорила чтобы уже более полную картину изобразить вот в ароматах я хочу еще посмотреть самый первый мой ролик что я брала изначально когда не добавляла ничего в проект мне самой интересно от первого project pen а сколько всего осталось потому что очень много миниатюрок например пробников появилась в течение этого года но они изначально не входили в этот проект просто добавлялись вот такой у меня сегодня влог больше собирательный так как у меня на повестке дня в основном снимаю с утра до вечера ролики готовлюсь к ним снимаю монтирую собираю прям с утра встаю и до позднего вечера я занимаюсь сейчас каналом и так будет до 31 числа поэтому и блок соответственно в этом направлении ну давайте вам покажу что у нас там жарится такая некая рекламная пауза курочка жарится у нас тут курочка очень интересный соус сейчас у дениски спрошу что туда входит он сам делал соус сегодня но вкусный точно там есть чеснок по моему и горчица по моему тоже есть здесь так вот я тут напутала еще разок скажи что там составе соуса горчица с хреном вот с хреном этому с чесноком я вообще очень люблю чеснок с майонезом но вот второй вариант тоже очень-очень вкусный это горчица с хреном она прямо такая поджаренная вкуснятинка получились вот видите уже слюни текут в одного из нас но соусы есть разные но это один из них вкусный винный соус еще не ведаю о чем он говорит к вечеру мы на винный вот этот бульончик чувствуете да утром захлебывается стоит сам удовольствие получает одна рекламная пауза закончилась на кухне я на табуретку вот так обычно кладу доску и на нее сейчас уход буду весь приносить но самое интересное три дня назад наш басе поменял локацию для сна и что же мне пришлось сделать тащить сюда подстилку вот так он проводит уже последние три дня он здесь лежал вот просто под столом ему было плоховато его тошнило он спрятался мне его стало жалко ну что он лежит под столом бедняжка мучается я ему постелила подушечку как он не уходит отсюда он теперь здесь в районе тарелок то есть ему уже полегче он ходит кушает и вот сюда заваливается спать очень удобно потому что вот смотрите на ширине одного шага у него здесь тарелки у меня рука не поднимается отсюда убрать подстилку басюня вот так вот спит к нему подходишь туда мы все к нему в гости ходим нам же его жалко учиться от стол залезу басе а басе басе у мамы сердце болит когда ты здесь лишь он песни поет к нему сюда приходишь он поет песенку лежит на подушке все хорошо у него но вот он так вот облизывается регулярно может поташнивать может чего-то побаливает не знаю но песенки поет мурлыкает кушает все вроде нормально но вот время от времени вот так вот вот видите как облизывается на боль вроде так вот не жалуется но все равно под столом проводит время по целом старенький может быть какие-то и болячки кто его знает но здесь его лючка не трогает так что вот так вот я наверху снимаю снизу меня вторым ярусом спит басе ну что ж давайте этот блок я закончу время видите уже пол первого почти ближе к часу я сейчас покажу чего я тут насобирала вместе с вами за утро полочка кофе кстати у меня новенький jordan gold и сегодня приедет заказ фаберлик и я там тоже впервые заказала на пробу кофе многие девочки брали нравится там и в зернах и молотый есть и гранулированный есть поэтому попробовала приготовила уже стол у меня обычно для роликов лежит скатерть и кухонное полотенце вот так если нужно готовить или еще что то есть нет если нужно что-то наложить если нужно что-то приготовить то это все убирается уже и там внизу клеенка едим и все кухонные дела мы делаем на клеенке прошло уже пара часов что делает наш басе вот пожалуйста спит басе так весь день там и проведет он будет выходить к нам туда пожалеться придет поплачется и вот опять сюда возвращается так ну и что мы собрали вот мы собрали уход и сейчас комнате покажу еще три кучки на ближайшие ролики декоративный project pen как я вам и сказала вот он собранный тоже весь и вот так собранный ароматный project pen и я сейчас смотрю уход на октябрь пересматриваю свой собственный ролик чтобы посмотреть не забыла ли я чего то есть как ролик у меня закончится я пойду снимать уход и к вечеру уже часов шесть фаберлик не заберет скорее всего сегодня выйдет если я не у меня все получится это уход на месяц и к вечеру вот этот влог я выложу а фаберлик наверное завтра на утро ароматный project pen наверное завтра на вечер скорее так ароматы на следующий месяц уже позднее вообще у меня вот шпаргалка есть тут видно что я уже сняла что планирую василек едет до василек приедет скоро и еще косметичка на первую декаду будет из того что я вам не сказала так что вот до 31 этот список должен был весь выйти на канал так что проверяйте справилась ли я со своей поставленной задачей девочки я буду с вами прощаться потому что дел много насыщенные ждут меня дни ближайшие ну а вам приятного настроения не забывайте смотреть ролики чтобы был зритель чтобы снимал ее не напрасно когда вы поддерживаете комментариями подпиской и добрыми словами то конечно же это очень важно для блогера тогда понимаю что ты снимаешь не зря всем хорошего настроения всем пока